Похудела на 25 килом, купила третий по счету спортивный костюм, прежние два стали великим, теперь тягают 20-килограммовую штангу и все это за год. Анна Соколенко и думать не думала, что когда-нибудь займется силовыми нагрузками, считала себя человеком антиспортивным. Однако два декретных отпуска перевернули сознание заместителя гендиректора УКЦ. Однажды, говорит, вглянула в зеркало и поняла, так больше нельзя. У меня муж удивляется, говорит, ты годами собиралась заняться спортом, худеть, качаться. Но в один день ему сказали, так, я завтра вечером занята, у меня завтра тренировка. Что у тебя? Он два месяца издевался надо мной, подсовывал тортики, хлеб и все остальное. Но меня просто вот отрезало и все. А вот Валентину Максиманьков в спортзал привел не лишний вес, а возраст и здоровьем. Позвоночник заболел пару лет назад. Правда, качать и укреплять спину на тренажерах регулярно оказалось проблематично. Дело главного бухгалтера УКЦ не в проворот. Теперь сюда заглядывает раз в неделю, а мини-спортзал оборудовала дома. У меня есть светская стенка, у меня есть велотренажер, у меня есть эспандеры. Это уже в крови, я уже встаю, я не могу. Мне надо заниматься зарядкой, во всяком случае, как минимум утренней. По несколько километров хотя бы раз в неделю проходит и Надежда Багрова. Найти время на тренировке генеральному директору труднее всех, но отставать от коллектива не хочется, особенно когда он на 90% спортивный и подтянутый. Кто-то танцует, кто-то занимается аэробикой, кто-то в тренажерном зале, кто-то бегает. Я очень знаю часто, что у нас летом многие сотрудники ездят на велосипедах. Свой тренажерный зал «Энерджи», что в районе спичфабрики общественно-культурного центра, появился пять лет назад. Пока на тренировки сотрудники ходят как придется, вместе с местными жителями. В планах же устраивать организованные дни здоровья, совместные вылазки хотя бы раз в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok